Домашние мини-пии очень симпатичные, дружелюбные и обаятельные питомцы. Они легко поддаются дрессировке, обладают хорошим иммунитетом и могут радовать своей компанией целых 20 лет. Их размер достигает от 20 до 35 сантиметров, а вес около 12 килограмм. Цвет у хрюшек может быть самый разнообразный. Особенная популярность питомцев в их безусловной сообразительности. Также мини-пии считаются ибо аллергенными животными. Купание и расчесывание приносят свинкам массу удовольствия. Их легко приучить к туалету. Свинки очень компанейские животные. Если не перекармливать питомца, он будет очень активен. Еще одно достоинство мини-пигов в том, что они прекрасно ладят с другими домашними животными, в частности с собаками. Содержание мини-пига в доме не представляет больших хлопот. Так же, как кошка или собака, хрюшка может свободно перемещаться по квартире. Но свой уголок, что-то вроде вольера, у питомца должен быть обязательно. Они любопытны и лучше позаботиться о том, чтобы все ценные вещи и дверки шкафов были заперты. К месту хрюшка привыкает очень быстро. Там же в одном из углов следует поставить платок. Кормить декоративных свинок также довольно легко. Эти питомцы кушают все то же самое, что и человек. Можно давать сырые овощи и фрукты. Так же в вареном виде. Мини-пиги с удовольствием едят крупяные каши на воде. Для восполнения запаса минералов и витаминов свинкам необходимо давать рыбий жир, пророщенные зерна, черный хлеб и костную муку. Одну десятую часть рациона декоративных свинок должны составлять молочные продукты, сыворотка, творог и кефир. Ни в коем случае не угощайте питомца сладостями, копченостями и соленьями. Следите за тем, чтобы у вашей свинки в миске всегда была чистая вода. Солнышко просто необходимо хрюшкам, поэтому в теплое время года обязательно выводите питомца на прогулку. Гуляют с декоративными свинками так же, как с собаками, выводя их на поводке. В холодное время года мини-пилов лучше не выгуливать, чтобы не допустить простуд и заболеваний. Просто почаще проветривайте помещение. Заводя питомца, обязательно посетите с ним ветврача. Мини-пии подвержены тем же заболеваниям, что и обычные свиньи, поэтому очень важно в свое время наделать все необходимые прививки. Спасибо всем за просмотр ролика до конца, надеюсь вам понравилось видео.